Добрый вечер! Мы в прямом эфире. Мой гость, председатель профсоюза работников Величевского порта, Сергей Александрович Брызгалов. Добрый вечер, Алексей Сергеевич. Добрый вечер, Евгений Николаевич. Прежде чем мы начнем наш эфир, наш разговор, прямой разговор, я хочу и вам, вы не видели, и телезрителям предложить очень небольшой сюжет о Ильичевском порте. Напомнить просто о том, что такое Ильичевский порт сегодня для нас и по какому поводу, вы поймете, мы сегодня встретились и я пригласил Сергея Александровича. Я прошу дать сюжет. Пожалуйста. В уже далеком 1958 году на берегах Сухого Лимана вступил стройпорт, который в дальнейшем стал одним из крупнейших в Советском Союзе – Ильичевский морской торговый порт. Первым из судов, вошедших в новый порт, был теплоход «Украина». Быстрыми темпами шло строительство новых причалов и структур порта. Это была действительно стройка века. Можно много говорить о миллионах тонн перевезенных грузов, километрах складских помещений и десятках километров железнодорожных путей. Главное и огромное значение Ильичевского порта в транспортной инфраструктуре не только Украины, но и Европы и Ближнего Востока. И, конечно, коллективов, из десятилетия в десятилетие передающих свой опыт и профессионализм. Конечно, экономическая привлекательность Ильичевского порта огромна. Наверное, поэтому во многом он напоминает сегодня крепость, которая вынуждена защищаться от набегов различных структур, стремящихся присоединиться к трудовым успехам коллектива Ильичевца. Ильичевский порт заход в Одесский порт. Сергей Александрович, дорогой мой, вот намекнул я в сюжете о том, что хотят присоединиться, хотят как-то прильнуть к организму действительно здоровому на сегодняшний день, как это не странно звучит в нашей стране, организму Ильичевского порта. Но все знают, и это много раз обсуждалось, реформа портов. Закон. Он работает сегодня? И как он работает? Закон о морских портах был принят в июне 2012 года. Идея, безусловно, вот эта вся проблема, которая решалась этим законом, она назрела. То есть, уже давно необходимо было пойти по пути порта Одесса, когда Николай Пантелеймонович Павлюк начал на свой страх и риск реформировать Одесский порт еще в далеком 1996 году. Тогда это было новшество. Прошли годы. С 2002 года народные депутаты Украины, Стребко, Павлюк, Круг, Круглов, пытались неоднократно принять Верховной Радой Украины закон о морских портах. Это во многом бывшие начальники портов. Да, это наша гордость, это наши старейшины, которые знали, что это такое. К сожалению, у них это не получилось по разным причинам. И вот в июне 2012 года Верховная Рада приняла такие законы о морских портах. Как я уже сказал, этот закон назрел. Нам необходимы инвестиции в развитии портовой инфраструктуры, потому что в последнее время хаотично на берегах начали строиться частные терминалы, которые Но отбирали у вас работу по большому счету. Совершенно верно. С одной стороны они отбирали работу. С другой стороны они не гарантировали безопасности мореплавания. Соблюдение тех международных конвенций, которые ратифицированы Украиной. Поэтому и в конце концов эти частные терминалы они перетягивали грузопотоки и доля переработки грузов частными терминалами в Украине год из года росла. Поэтому нужно было дать возможность частному капиталу бизнесу зайти в порты со своими капиталами использовать ту силу в первую очередь трудовые ресурсы тот кадровый потенциал который имелся в портах те будем говорить связи коммерческие в первую очередь с клиентурой для того чтобы поднять порты на качественно новый уровень и уйти от опеки государства за переработкой груза в порту для того чтобы дать бизнесу свободу снять вот эти вот путы с этого бизнеса потому что государственное предприятие сегодня работает по финансовому плану финансовый план как правило утверждается в октябре-ноябре то есть нам связывают руки что сегодня представляет в октябре-ноябре на следующий год или в октябре-ноябре за прошедший год начинается история с финансовым планом он начинает подаваться где-то в октябре текущего года и год уходит на согласование то есть без финансового плана капитальные инвестиции в развитие порта такие как ремонт гидротехнических сооружений в первую очередь причалов дно углубительной работы скажите пожалуйста вы получили этот закон в том виде в котором вы хотели предполагали или все-таки это не тот закон который вам нужен закон как множество наших законов не конкретизирует закон дает возможность а в нашей стране корруппированные сверху донизу берется как правило самый плохой вариант то что сегодня произошло то есть создан монстр в виде государственного предприятия администрации морских портов Украины доходная часть которого составляет порядка 4,5 миллиардов гривен в год чистая прибыль порядка полутора миллиардов Сергей Александрович дорогой мой давайте сразу вот я нормальный человек я зритель я небольшой специалист в морском деле а тем более в перевалке в морских портах в их проблемах хотя я изучил перед тем как пригласить вас в эфир но при этом при всем скажите пожалуйста есть министерство транспорта есть руководство порта там администрация начальник порта директор порта так далее вот между ними вот эта структура под названием администрация морских портов совершенно верно если можно коротко цель создания этой администрации значит какая имелась ввиду цель была самая благовидная то есть дать возможность бизнесу спокойно развиваться то есть государство оставило за собой по закону только контролирующие и координирующие функции так планировалось так прописано было в законе но не конкретно и на сегодняшний день структура монстр который создан который присутствует во всех портах в виде филиалов этого предприятия администрации администрации морских портов значит он не дает работать не только своим филиалам развиваться он не дает работать и тем государственным портом которые остались в виде коммерческих структур которые сегодня пытаются выживать в этих условиях то есть на примере Ильичевского порта три года не отремонтировано ни одного квадратного метра причала хотя вы отчисляете деньги мы перечислили более полумиллиарда гривен этому так называемому монстру значит не вынято ни одного кубического метра грунта в виде дноуглубительных работ хотя бы в первом ковше сухого лимана где находится Ильичевский порт дноуглубления подходных каналов и так далее и так далее то есть у нас деньги забирают нам эти деньги в виде капитальных инвестиций не возвращаются программы развития портов не работают порты не только не развиваются порты еще год этой реформы так называемой портов просто не будет и наши обращения к министрам господину Бурбаку господину Пивоварскому сегодня пока не имеет никакого будем говорить нормального отклика ну видимо потому что наши министры не являются специалистами в этой отрасли первое второе их радует что есть предприятие в котором есть прибыль полтора миллиарда и эта прибыль может быть направлена на решение тех вопросов которые хотело бы видеть министерство скажем так понятно между прочим для зрителей вот дно углубительной работы это важнейшая часть существования порта чтобы это не выглядело так как желание как у нас бывает в городе земле устроительные эти работы когда вынимается земля потом это считают ну понятно да это вся песня которая у нас продолжается многие годы дно углубительная работа это очень серьезно это жизнь порта это его судьба это его развитие хоть какое-то иногда и деградация потому что дно судя по всему все-таки видоизменяется и я знаю что вот например в южном там дно углубительные работы проводились достаточно серьезные а Величевский этого нет и вернемся в порт уже со дна поднимемся в феврале месяце по-моему от этого этого года да а до этого еще конфликты вокруг Величевского порта были громкими эти конфликты были выходили за рамки не только Портон и Одессы но и перенеслись в Киев организовывались демонстрации и все это знают ну как у нас у нас даже есть структуры которые организовывают демонстрации по 100 гривен человеку и демонстрант стоит нужным тебе транспарантом которые организовывались структурами для того чтобы войти или остаться в Величевском порту вот почему они вам не нужны эти коммерческие структуры в данном случае насколько я помню это КТИ да это такая терминал ну для того чтобы было понятно нашим телезрителям значит я хотел бы начать вот с чего значит любой договор который заключается между двумя субъектами скажем между нами с вами заключается договор этот договор должен быть выгоден как одному так и другому и если этот договор кому-то из партнеров не выгоден он естественно обращается к своему партнеру и говорит давай изменим то-то, то-то, то-то если это не получается тогда человек идет в суд да значит в 2005 году по коррупционной теневой схеме без согласования с коллективом без согласования с любым из специалистов действующих в порту был заключен кабальный договор согласно которого компания получила на 30 лет вперед в совместную деятельность в управлении контейнерный терминал крупнейший контейнерный терминал на Черном море на тот момент не было ни терминала в рыбном порту напротив нас не было контейнерного терминала транс-инвест-сервиса в бухте Южного порта не было контейнерного терминала лески и многого другого не было То есть получили фактически монополию. И если бы были вложены те деньги, которые планировались, если бы были привлечены те грузопотоки, то, наверное, на сегодняшний день не стоял бы вопрос о расторжении этого невыгодного для нас договора. Это первое и главное. Значит, второй момент. Грузопоток упал в 10 раз. Прибыль порта сократилась в такое количество раз, что страшно даже говорить. Ну, к примеру, в 2010 году, когда порт управлял, в 2009 порт вернул контейнерный терминал себе. В 2010 управлял контейнерным терминалом и за 9 месяцев из 171 миллиона чистой прибыли, полученной портом, 128 это была прибыль контейнерного терминала. На сегодняшний день прибыль контейнерного терминала дошла до того, что где-то порядка 60 миллионов мы получали. Грузопоток упал десятикратно. И этот контейнерный терминал, он не работал ни на порт, ни на его коллектив, ни на государство. Значит, хозяином этого предприятия контейнерный терминал Вичовск депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Южилин. И самое интересное, что господин Бессалов Андрей Григорьевич, который руководил, был директором этого предприятия до самого последнего момента, в 30 марта, после расторжения этого договора в суде, 4 марта апелляционным областным... 50 марта этого года. 4 марта 2015 года. Да, да. Да, Одесский областной апелляционный хозяйственный суд оставил решение хозяйственного суда Одесской области о расторжении договора в силе. И господин Бессалов через 26 дней был назначен министром транспорта Республики Крым. То есть вот с кем мы имеем сегодня дело. Мы не имеем дело с партнером, который заинтересован в развитии, который заинтересован в увеличении грузопотоков. Из порта ушли крупнейшие линии, линейные операторы, такие как CMS и GM, компания, как MSC. И уже на выходе была компания China Shipping. То есть это китайская государственная компания, которая обеспечивает серьезную перевалку грузов. Серьезно. А может это специально делалось для того, чтобы перевезти их в какие-то другие черноморские, российские порты? Ну я так. Может быть я... Игорь Николаевич, если нам как партнерам было невыгодно, и мы не могли решить этот вопрос, то мы пошли в суд и расторгли договор. И суд принял это решение. Но, как вы правильно сказали, сегодня эта компания, контейнерный терминал Ильичос, уже подала иск в суд о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Такое уже было. Такая коррупционная схема работала. В 2012 году контейнерный терминал был возвращен. Потом опять был возобновлен договор по вновь открывшимся обстоятельствам. Тогда в этой грязной коррупционной схеме главную роль играл начальник порта господин Григорашенко, Александр Гаврилович. В то время начальник порта. Поэтому сегодня господа пытаются вернуть эту схему. И вокруг этого идут все беды. Вы сказали о заказных демонстрациях. Да, они пытались провести, мы не дали. Мы не дали в этом году. А коллектив Ильичевского порта, трудовой, пикетировал хозяйственный суд Одесской области, пикетировал областной... Но пикетировали вы Министерство транспорта тоже? Дважды пикетировали. 19 марта и 22 апреля мы пикетировали, 19 марта и 14 мая мы пикетировали Министерство инфраструктуры. К сожалению, вынуждены были. Потому что наши чиновники Министерства по нашему глубокому убеждению втянуты в эти грязные игры. Об этом говорит и позиция Министерства в апелляционной инстанции в суде. Когда Министерство не заняло позицию государственного предприятия, а как бы заняло такую позицию, давайте не будем, давайте подумаем, давайте отложим. Скажите, пожалуйста, почему Министерство транспорта, государственные органы и, естественно, вот эта структура администрации портов находится все время между коммерцией, интересами коммерции, зачастую не очень понятными. То есть понятными в смысле коммерции, но не понятными в смысле пользы для державы, как говорится. И государственным предприятиям. Почему они не отстаивают, не занимают четкую позицию развития, помощи, всего необходимого для того, чтобы развивалось государственное предприятие такого ранга, как Ильичевский морской торговый порт? Ну, гигант, в принципе. Сегодня одно из, просто, вообще, градообразующее предприятие Ильичевск живет за счет порта, прямо скажем, не говоря уже о том, что это южный, практически, как и Одесский порт, южные ворота страны. Ну, я думаю, ответ лежит на поверхности. Нам говорят, будут заниматься профессионалы, да? Назначен министр, пивоварский Андрей Николаевич. Значит, человек, который в транспорте не работал никогда. Он сегодня руководит отраслью. Значит, у него команда аналитиков, которые вообще не понимают, что они делают. Вообще не понимают. И отсюда все беды. Ну, не может человек, ни дня не работающий в транспорте, заниматься транспортом. Каким бы ни был симпиадий во лбу, не может, понятным для любого нормального человека причинам. То есть, должны прийти профессионалы, должны прийти те, кто реально знает, что это. Министерство не имеет права по своему положению в Министерстве инфраструктуры вмешиваться в хозяйственную деятельность. Министерство должно определять порту, скажем, уровень рентабельности. Но сегодня в порту два начальника. Два начальника это сделал закон о портах. Поэтому я сказал в первой части своего выступления о том, что если еще год эта реформа продлится, и если господа министры, которые не хотят слышать коллективы, не хотят слушать руководителей, если они не опомнятся, то вся морская отрасль накроется. Так как погибли пароходства, так как погибли судоремонтные заводы. Но просто нам, на нас обижаются господа в Киеве, когда мы пикетируем министерство. Обижается заместитель министра господин Васьков. Да пусть благодарят, что мы пока приезжаем просто предупредительными пикетами. Мы скоро с шинами приедем, мы будем сжечь их там. Потому что они не дают жить нормальным предприятиям, не дают развиваться в собственной стране, тем предприятиям, которые платят налоги, которые формируют бюджет, понимаете, и областной, и местный бюджет. Бюджеты всех уровней формируют. Да, сегодня, я обращаюсь к телезрителям, сегодня объявлен конкурс на замещение вакантной должности, хотя это не вакантная должность, а занимаемая уже человеком должность, директора Ильичевского морского торгового порта. В том же порту существует начальник порта. Это две... Объясните, пожалуйста, во-первых, что делает первый и второй, обязанности их. И сразу о том, почему вдруг объявлен конкурс на замещение должности, хотя она, простите, не вакантна. И правильно ли это? Значит, ну, вопрос, скажем, очень злободневный сегодня, он волнует коллектив. Этот вопрос как раз и был причиной пикетирования министерства 14 мая в четверг на прошлой неделе. Начальник порта, это человек, который должность занимает сегодня Скворцов Геннадий Палыч, который занимается в рамках филиала администрации морских портов Украины контрольными и контролирующими и координационными функциями. То есть там вопросов нет. Вопрос с директором государственного предприятия. Простите меня, что значит координационные? Координационные. Сегодня ни один нормальный человек не может объяснить, что такое координационные. Спасибо. Поэтому я и говорю, что это не реформа, а это позор. Значит, теперь с директором порта. Да. Господин Григорашенко довел Ильичевский порт в 2013 году практически до банкротства и убежал. Мы не могли два года снять его. Мы писали господину Колесникову письма, уберите, человек не способен. Колесников это вице-премьер. Вице-премьер, министр инфраструктуры. Господин Круг стал директором Ильичевского порта 17 июля 2013 года. Финансовый результат минус 42 миллиона. На счетах порта менее 10 миллионов гривен. Это он взял. Да, он взял порт, который лежал, который был в стагнации. Понимаете? И вот за два года Круг его команда, пользуясь поддержкой коллектива, смогли из предприятия, находившегося на 15 месте среди 15 портов Украины, занять в первом квартале этого года второе место. Порт из банкрота превратился в прибыльное предприятие. В этом году по результатам работы за первый квартал порт получил 257 миллионов чистой прибыли. И господин министр на встрече с профсоюзами 20-го... Он вернул, вот как вы говорите, некоторые линии... Он вернул. Он, значит, его команда молодых, энергичных и компетентных людей, значит, смогла, смогла вернуть доверие к этому предприятию, которое было полностью утрачено. И Круг сегодня пользуется поддержкой коллектива, потому что и рост заработной платы, и премирование коллектива, и полное выполнение коллективного договора, и люди знают, что будет завтра. Люди видят это, видят эти усилия, люди понимают. И вот сегодня люди не хотят менять руководителя. Но это почему-то хочет министр, который обещал нам на встрече с профсоюзами 20-го февраля этого года, что если директор нормально работает, показывает удовлетворительные финансовые показатели предприятия и пользуется поддержкой коллектива, то такой директор будет работать. Не прошло месяца, месяц прошел. И он не продлил контракт 23-го марта, переведя директора Порта Круга в ран исполняющих обязанностей, пользуясь так называемым 777-м постановлением Кабинета министров. Во-первых, это грязная ложь. На кого она рассчитана, я не знаю. 777-е постановление Кабмина говорит о вакантной должности, о замещении вакантной должности. Поэтому мы предупредили и мы не отдадим Ильичевский порт. Мы хотим верить и хотим строить свое будущее. Мы, согласно пятой статье Конституции, являемся носителем власти в этой стране. И если не понимает господин министр, не работающий ни дня в морской отрасли и в транспорте, то мы ему это вобьем. Мы не пустим в Ильичевский порт, мы будем бороться за своего директора. Сергей Александрович, но ведь Юрий Юрьевич, Круг, насколько я помню, Юрьевич, насколько я помню, исполняет обязанности, как бы вакантная должность. То есть министр сделал все для того, чтобы она была вакантной. Значит, должность вакантной не была. Должность была замещена. Поэтому вот эти юридические манипуляции, я понимаю, что телезрителям может быть не столь интересно, но представьте себе, что вы приходите в больницу со своим ребенком, и вы знаете, что есть доктор такой-то, который может помочь вашему ребенку. И есть доктор такой, который не поможет вашему ребенку. К кому вы пойдете? Вот так и мы. И нас 4600 человек на сегодня. Скажите, пожалуйста, вот за последние годы, сколько же начальников порта у вас поменялось? В 2010 году у нас поменяли начальника порта Скворцова Геннадия Павловича, который 4 года был начальником порта, который имеет на сегодняшний день непревзойденный финансовый результат по результатам работы в порту по прибыли за 2009 год. То есть мы были шокированы этим снятием, этой отставкой. Понятно, что она была по политическим мотивам 1 июня 2010 года. Потом у нас была команда господина Лавриненко, которая ничего не сделала в течение года. Потом пришел господин Григорашенко. Чистая прибыль упала с 286 миллионов до минус 33 миллионов при господине Григорашенко. Это он унес 90 с чем-то. Значит, это уже предыдущая команда унесла, но господин Григорашенко уничтожил порт. Он принял порт, когда порт имел более 150 миллионов чистой прибыли. Он его довел до банкротства. Порт лихорадило. Мы останавливали работу. Понятно. Вот почему я вас и спросил. Почему я вас спросил, сколько поменялось и как поменялись? Потому что тогда понятно и мне, и смотрящим на нас телезрителям, почему вы выступаете в защиту круга. Потому что понятно, что за последние, ну сегодня уже 5 лет, можно сказать, у вас поменялось такое количество начальников, и они творили такие чудеса, что, конечно же, работающий нормальный начальник порта, это большое благо, я директор порта, да, правильный будет, это большое благо для коллектива, сколько вы сказали, 5 тысячи человек? 4 тысячи, 6 тысячи человек, да. Сергей Александрович, у нас заканчивается время, осталось очень мало времени. Я хочу вас спросить о идее, которая вот, не то что идее, а о предположениях, предложениях, в том числе и премьер-министров, о приватизации портов. Ваши отношения? Значит, сегодня... Это открывает ваши возможности или наоборот, судя по тому, что делается... Сегодня каждый порт, нельзя говорить о приватизации портов вообще, в общем. Нужно говорить о приватизации каждого конкретного порта. Сегодня в Украине есть порты, которые ждут этого, которым нет другого пути, как приватизация. Значит, но в Ильичевском порту это уникальный вне категорийный порт, который перерабатывает любую номенклатуру существующую грузов вообще. То есть, если Южный порт не перерабатывает контейнеры, мы перерабатываем. Мы перерабатываем масло наливом, мы перерабатываем нефть наливом и нефтепродукты, мы перерабатываем навалочные грузы, мы перерабатываем зерно, мы перерабатываем контейнеры, мы перерабатываем паромные сообщения у нас идут, мультимодальные комплексы, то есть автотранспорт и так далее, и так далее, и так далее. То есть сегодня в том виде, в котором этот закон, то есть сегодня Верховная Рада по представлению Кабинета Министров вывела порты из перечня предприятий, не подлежащих приватизации. Значит, мы в этом будем участвовать, опять же, трудовой коллектив и профсоюзы, представляющие трудовой коллектив порта, будем участвовать. Сегодня просто так продать кому-то за бесценок мы, опять же, не должны дать этого. То есть должны прийти реальные грузовладельцы и экспедиторы, люди, которые участвуют в логистических схемах, которые заинтересованы в получении прибыли за счет снижения расходов на транспортировку своих грузов. Должны прийти собственники. И эти собственники сегодня не придут из-за рубежа, потому что у нас нестабильно в стране, а те, которые работают у нас в нашей стране, они не привыкли платить реальные деньги. И опять коррупция, и опять грязь, и опять бунт, и опять нестабильность. И опять деньги идут в офшоры. Совершенно верно. Поэтому пока не будут четко прописаны условия приватизации, в которые будут заложены обязательные условия заключения социальных пакетов для действующих работников, которые сохраняют рабочее место, сохраняют уровень социальных гарантий, сохраняют возможность профсоюза контролировать это, закрепляют это в приватизационном пакете и делают условиям приватизации, вот тогда мы будем смотреть. Мы должны быть участниками. Все мы. Все мы. Должны быть участниками этих процессов. Потому что еще каких-то 20 лет назад Одесса была морской столицей. Морской столицей. И не только Вечевский порт, а наши родные друзья и братья Одесситы. Одесский порт, Южный порт, Черноморское пароходство, Дунайское пароходство, города Измаил, города Рени. Это были прекрасные порты, некатегорийные. Что с ними стало сегодня? Если люди не понимают этого, если люди сегодня не встанут на защиту себя, я не Крука защищаю. Я защищаю, да, я защищаю Крука. Но Круг сегодня стоит на стороне коллектива. И я буду его защищать всеми достойными законными способами. И коллектив будет это делать тоже. Спасибо большое. В заключении понятно. Я надеюсь, что понятно всем. Знаете, есть один момент очень такой знаковый, что ли. Что как-то в портах сохранились профсоюзы, в портах сохранились коллективы, которые, конечно же, я думаю, что власть не в диком восторге от того, что коллектив может влиять. А я думаю, что коллектив должен влиять. Мне так кажется. Мне кажется, что вы делаете большое дело. Вы те островки гражданского общества, о которых мы говорим и власть говорит. Но для этого ничего не делаю. Делайте вы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо.